Подзаголовок. Сойфер Раби Йошуа Файтл. И именно по совету Раби Гавриэля он стал Сойфером. Раби Гавриэль был также его сватом. В специальности он обучился у Раби Птахи Меира, который был не только Сойфером, но и специалистом по изготовлению байтов для тфилин. Раби Йошуа Файтл работал у Раби Птахи Меира 15 лет. Раби Птахи Меир был редким явлением даже среди Сойферов. Он ни слова не напишет бывало и не начнет изготавливать байты, но только попастившись. Перед началом работы он окунался в Микву. После этого он про себя несколько раз повторял, что он готовится писать ради святого дела. Он также был особенно внимателен, приготовляя пергамент, специальные чернила и гусиные перья. Все это он делал в условиях большой святости и ритуальной чистоты. Раби Йошуа Файтл научился у своего учителя не только святому ремеслу, но и тому, как быть внимательным и набожным. Когда Раби Птахи Меир умер, его место занял Раби Йошуа Файтл. Но его страшно пугала большая ответственность, с которой связано святое ремесло Сойфера. Он пришел к равину Раби Гавриэлю и со связами на глазах умолял «освободить» его от той большой ответственности, которая падет на него, если ему придется обеспечить евреев свитками Торы, Тфелин и Мезузами. Он боялся, что не сумеет достигнуть степени святости своего учителя, Раби Птахи Меира. «Как могу я равняться садику Раби Птахи Меиру, мир праху его?» – плакался он Раби Гавриэлю. «Я слабый маленький человечек, я лучше займусь менее сложной и ответственной работой». Но Раби Гавриэль, утешая и ободряя, уговаривал не бросать работу Сойфера. Наконец, Раби Йошуа Файтл согласился. Дело в том, что его учитель, Раби Птахи Меир, явился ему во сне и велел стать Сойфером Добромыслий. Согласившись, Раби Йошуа Файтл поставил условие, чтобы кто-нибудь был всегда около него и постоянно напоминал ему о святости его работы и о том, как важно, чтобы все было сделано в строгом соответствии с законом. Он хотел также, чтобы этот его помощник все время рассказывал ему, как вел себя в таких-то и таких-то случаях Раби Птахи Меир и с какой особой сосредоточенностью он приготовлял пергамент, писал свитки и изготовлял байты. Раби Гавриэлю пришлось подыскать Раби Йошуа Файтлу помощника. Этим помощником оказался хромой Раби Шмая, талмудист и праведник. Сначала Раби Йошуа Файтл научил его законам, касающимся специальности Сойфера, и ознакомил с обычаями своего учителя, Раби Птахи Меира, с тем, чтобы он, Раби Шмая, мог напоминать Раби Йошуа Файтлу об этом. После всего этого Раби Йошуа Файтл не приступал к своей работе, прежде чем подвергал себя истязаниям и постился. Он постился не менее 120 раз, трижды 40, прерывая пост только по субботам и праздникам. Он также каждую ночь молился Тикун Хацот и вообще не выходил из синагоги. Только после этого Раби Йошуа Файтл почувствовал себя достойным приступить к святой работе Сойфера. Когда Раби Йошуа Файтл услышал отповедь Раби Хая Машимона, обращенную к Цадику Раби Бецалелю в бане, он почувствовал, как дрожь охватила все его тело. Эти слова у Кора относились ведь и к нему самому. Не был ли он сам повинен в гордыне? Вот, например, его неоднократно охватывало чувство гордости за свою святую работу. Не один раз любовался он красотой изготовленных им тфелин или свитков. Ему доставляло удовольствие даже хвала его помощника, хромого Раби Шмай. А сколько раз он сам расхваливал свой товар покупателю? Все это ведь признаки гордыни и бахвальства. Слова Раби Хая Машимона произвели такое сильное впечатление на простодушного, бесхитростного сойфера, что в субботу он не мог найти себе покоя. Сразу после субботы он явился к Даяну, Раби Довиду Мойше, и рассказал ему, что чувствует себя грешником, поскольку считает себя гордецом. Поэтому он потребовал от Даяна наложить на него наказание. Что касается дальнейшего, он решил все же бросить свою работу и передать ее Раби Шмайе. При этом Раби Йошуа Файтл указал еще одну причину, заставляющую его перестать работать сойфером. Он чувствует, что его зрение портится, и он боится наделать ошибок при написании свитков Торы и Тфелин. Даян отказался дать ему просимое наказание. Он постарался убедить его в том, что он не грешен ничем таким, что требует покаяния. Видя, что с Даяном он ничего не поделает, Раби Йошуа Файтл сам взял на себя покаяние. Он начал истязать себя лишениями, в том числе постами, и оставил свою работу. Вся эта история разнеслась по городу, и все узнали, что Раби Йошуа Файтл перестал заниматься ремеслом сойфера. Все начали расспрашивать друг друга, что же, собственно, случилось, но толком никто ничего не знал. Мнения разделились. Были такие, которые говорили, что Раби Йошуа Файтл уснилось, будто его бывший учитель, Раби Птахья Меир, запретил ему дальше заниматься его ремеслом. Так или иначе, эта история наделала в добромыслях много шума. Был в добромыслях еврей по имени Раби Пинхос Мордыхай, ученый-талмидист и филантроп. Он давал в синагоге урок гморы. Так как он не был благословлен детьми, то принял на воспитание сироту, сына своего брата. У Раби Пинхоса Мордыхая была привычка. Если он что-либо услышит, то должен об этом знать все до мельчайших подробностей. Он старался разузнать в точности все, что его интересовало, считая это очень важным делом. Поэтому, когда Раби Пинхос Мордыхай выслушал различные мнения добромысленских обывателей о случае с Раби Йошуа Файтлом, он решил докопаться до истины. И он узнал про выпад Раба Хая Машимона против Раби Бицалеля и про то, как Раби Йошуа Файтл принял это на свой счет. Обо всем этом узнал Раби Йосеф, и это причинило ему большое огорчение. Он пошел к Раби Бицалелю и извинился перед ним за наглость мужа своей внучки. Раби Бицалель успокоил Раби Йосефа и объяснил, что ему незачем огорчаться, ибо, по существу, его внук оказал ему, Раби Бицалелю, добрую услугу. Хотя он, Раби Бицалель, никогда не имел в виду проявлять свою гордыню, мог же все же кто-нибудь принять его слова за признак чванства, и это привело бы к неверным суждениям. Через пару недель Раби Бицалель вернулся домой в Россасну. Раби Йошуа Файтл также оставил добромысли. Весь этот инцидент начал постепенно забываться. Новые события привлекли внимание жителей.